Люди, которые живут искусством, собрались сегодня вместе, а их работы нашли свои места в выставочном зале. Произведение искусства выполнено в различных стилях, жанрах и техниках изобразительного, декоративно-прикладного и монументального искусства. По сравнению с прошлым годом, можно заметить, что конкурс набирает популярность. В этом году 30 творческих людей представили 66 работ. Уже второй год «Бересельская палитра» немножко в другом нам представляется виде. Это конкурс Селищука в рамках арт-проекта «Бересельская палитра». Конкурс имени нашего земляка, выдающегося белорусского художника Николая Селищука. Выставочная экспозиция и начинается с его работ, которые любезно предоставили нам фонды именно Белорусского союза художников. Великолепная работа, и они как бы приглашают зрителя пройти дальше. В вернисаже можно найти графику, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство и современные формы творчества. Победители будут выбирать в этих номинациях. Посмотреть и оценить творение искусства брестских художников пришли все, кто неравнодушен к творчеству. Коллеги, друзья, родные и просто любители искусств. В числе тех, кто присутствовал на этом конкурсе, Петр Кузьмич, исполняющий обязанности председателя Брестской областной организации «Белорусский союз художников». Работа очень хорошая, представлены даже оригинальные работы Николая Селищука. А чтобы выставка получилась все лучше и лучше, нужны сильные и достойные кандидаты на то, чтобы расположить свою картину или скульптуру в этом зале творчества. Один из таких кандидатов украсил выставочный зал своими работами из керамики. Павел Рябов, художник-керамист, также не оставил без внимания и уровень творчества своих коллег. Про свои работы как-то не сильно хочется рассказывать. Мне больше интересно работы моих коллег, живописцы, прикладники, скульптора. Очень много интересных новых работ. Очень здорово посмотреть, как люди над чем работают. Тем более, что так складывается в последнее время, что мы не часто встречаемся. Хоть сам автор о своих работах говорить не захотел, но его старания не оставили без внимания члены жюри, наградив дипломом в номинации «Декоративно-прикладное искусство», что стало полной неожиданностью для Павла Рябова. Павла Анатольевич, поздравляем! Кажется, невозможно выбрать одного из сотни талантливых людей, но жюри этого конкурса справились с этой сложной задачей. И в номинации «Современные формы творчества» отметили дипломом Александра Фалея. Заслуженно получила награду Олеся Гурщенкова в номинации «Скульптура» и в самой большой представленной номинации «Живопись» Владимира Ткаченко. Всех наградили заслуженно, но это была не самая главная цель этой замечательной выставки. Главное в проведении этого яркого и разнообразного мероприятия – это напоминание о творчестве великого Николая Селищука, оживление местной культурной и художественной жизни и желание продвижения традиций и организовывать подобные конкурсы выставки. А посетить выставочный зал и посмотреть эти шедевры искусства можно до 24 ноября. Полина Рацевич, Эдуард Бакунович, Олеся Столярчук, Новости Бреста. Субтитры создавал DimaTorzok